Пробег перевалил за 20 тысяч километров. Если быть точным, на сегодняшний день 20 109 километров. И это за 9 месяцев. Сейчас пробегусь немножко вокруг машины, покажу, расскажу, что было за эти 20 тысяч километров, что стало, что делал, что не делал, в общем, немножко расскажу. Дилимобиль. Это один из крупнейших российских каршерингов. Интеллектуальный сервис по минутной аренды автомобилей. Скачайте на смартфон приложение, зарегистрируйтесь, при регистрации введите этот промокод и получите 500 рублей в виде бонусов. На 1000 рублей накатали, 500 рублей оплатили бонусами. Бонусами можно оплачивать до 50% от поездки. Но промокод только для новых клиентов. Не надо ждать, когда ты накопишь на свой автомобиль, чтобы поехать там куда-то там по делам. Сейчас уже можно, имея совсем небольшие средства, без всяких залогов, взять поминутную аренду в делимобиль и поехать. Прелести каршеринга очевидны. Не нужно думать об оплате страховки, парковки, бензина, мойки, всякого технического обслуживания, там сигнализации, противоугонные системы и еще куча всего, с чем сталкиваешься при эксплуатации своего автомобиля. Обо всем этом не нужно думать. Можно просто сесть и наслаждаться поездкой. Уже сейчас. Качай приложение и регистрируйся. Промокод не забудь. Он там внизу, в описании. Внешне никаких изменений не произошло. Здесь, значит, вроде бы все нормально. Говорили там, хром как-то себя ведет непонятно. Я пока ничего не вижу. Вроде бы у меня все хорошо. Я сейчас с мойки вышел, тут немножко подзамерзло. Так вроде он чистенький везде. Никаких рыжиков, чижиков, пыжиков не повылазило. Краска ведет себя пока вполне достойно. Тут вот лупанул этот камень, может сюда мне. Так заметно немножко. Ну, камни-то все понятно. А так в целом все хорошо. Никаких изменений внешне не произошло. Двигатель работает нормально. Никаких посторонних звуков он не издает. Ни на холодную, ни на горячую. Потихонечку закидывает. Ну, вот я здесь немножко отмыл. Но грязька была. Грязька была, так немножко забрасывает. Я хочу сюда купить крышку. Что-то мне хочется кто-то закрыть. Посмотрел там. Недорогие есть варианты. Закажу. Хочется мне закрыть аккумулятор. Вот, что по поводу масла. Значит, я заливал, заливаю точнее, каждые 7500 новое. То есть, уже вот два раза я менял. Два раза менял. Значит, на 15000. Сейчас будет у меня через 2500 еще замена. Первый раз я заливал мобил. Второй заливал брендированное Volkswagen. Я не знаю, говорят там, кастрол, не кастрол. Никакого угара, такого сильнейшего я не заметил. Значит, я залил до половины, как я ездил в начале. До половины между двумя рисками, да. Значит, и на следующий день проверил, думаю, залью. Залил полный. Сейчас где-то миллиметра три меньше. Это вот за 5000 ушло где-то. Я не знаю, сколько ушло. Значит, посмотрю вот при замене. Через 2500 посмотрю, сколько будет. Но это нормальный расход для горячего турбированного двигателя. Я не знаю. Я не вижу никаких проблем. На Ситроене 150 сил с турбиной я доливал литр за 10000 километров. Здесь получается пока даже меньше. Хотя движок больше. Там был 1,6. Тут два двухлитровый. На улице, ребята, холодило невоверное. Минус 4,5 градуса. Не хочу, не пойду. Не пойду. Захотел там вокруг машины рассказывать. Ну, елы-палы. Теплый руль, теплые сидения. Я не знаю. Хорошо в салоне. Не, буду отсюда вещать. Значит, про двигатель. Хотел сказать. С двигателем. Вот такая история про расход масла. Даже мне в салоне менеджер там говорил, что не заливает, типа, не заливает вот этот вот фольксвагеновское, ну, брендированное это масло, да. Поскольку, типа, оно угорает. Ну, я решил залить. Тем более, ну, рекомендует производитель, рекомендует, говорит, заливать либо кастрол, либо вот фольксваген. Ну, ну, что я буду выдумывать? Значит, нормально пока ездит. Там посмотрим. 5W40 я заливаю. Может быть, на зиму залью 0,30. Посмотрю. Я еще не придумывал. У меня еще 2500 километров на раздумье. Я уже как-то рассказывал подробно о том, какое масло там рекомендует производитель. Я могу еще раз просто сказать. Я производителю доверяю. Я купил у него автомобиль. Я доверяю. Все то, что он мне говорит в руководстве, я делаю. Значит, и, соответственно, рекомендации по поводу масла я выполняю. Поэтому, можете мне там не писать ничего там про масло, про супер. Я все равно не буду комментировать. Я уже в том видео где-нибудь сюда размещу, какое масло заливать в Кодиак. Я уже сказал, на эти вопросы не отвечаю. Вот по поводу масла я сказал все. Мне сказать больше нечего. Значит, масложора у меня нет. Зимняя резина, все нормально. Кто-то меня 500 раз спрашивал там про зимнюю резину. Мишлен у меня стоит отлично. Она шипованная, мне ее подарили. Поэтому выбора не был. Я взял бы липучку, поскольку я последние где-то лет 5 ездил на липучке. В общем, мне она больше в городе нравится, чем шипы. Ну, подарили, подарили. Дареному коню, значит, в зубы не смотрят. Так, по поводу коробки, вот эти опасения, по поводу DSG и так далее. Вообще, вот вообще нет никаких даже намеков на то, что там писали, что это ужасная коробка. Хотя сейчас уже немножко ситуация выправляется. Уже сейчас народ говорит, да вы что, DQ500 это самая надежная коробка. Ну, тут как-то вот-вот то одно, то другое. То мне, как я про Citroen рассказывал, мне говорили, да ты что, машина, это бабская машина. В общем, это в начале, в 2013 году писали, в 2014 там. А потом в 2019 писали, да, это самый лучший автомобиль. Ну, в общем, я, ребята, никого не слушаю. У меня своя позиция. Всем мил не будешь. Поэтому я никого, ни туда, ни сюда. У меня своя политика партии. Я по ней иду по жизни. Мне это устраивает. Итак, прояснили, что коробка работает отлично вместе с двигателем. Масложора нет. Значит, по расходу бензина я переживал, когда покупал машину. Когда выбирал, я думал, что вот, ну, большая машина будет жрать. Совершенно я спокойен теперь по этому поводу. Ну, и был там уже спокойен через месяц-два после езды. Значит, расход падал потихонечку. Вот где-то, ну, заметно, заметно где-то в показаниях, где-то литр-полтора точно уменьшилось по сравнению с обкаткой. Вот точно стало меньше. Сейчас у меня получается так, значит, в среднем, в среднем, если я езжу город и трасса, значит, у меня получается до 10, там, 9 вообще литров, 9,5 литров. Значит, если я же езжу там 90% в город, значит, там с толкучками и так далее, у меня получается 11 литров, где-то вот 10,6, вот так, ну, до 11, если много было города. Но стоит только, допустим, выехать, там километров 200 проехать, значит, за городом, там расход получается в районе 8 литров, там, ну, смотря как ехать, ну, по правилам едешь, плюс 20, да, значит, получается около там 8,5 литров за городной. Ну, и оно вот туда-сюда, и получается там до десятки, до десятки, значит, это смешанный расход. Так что с этим я полностью был, значит, успокоился и тоже. Смотрите по поводу расхода, что получается. Даже если, ну, что в деньгах, это, собственно говоря, да, даже если там расход у вас где-то на какой-то машине 8 литров, да, пусть там на 1,4 моторе там и так далее. А у меня, допустим, 10, да, 2 литра, ну, давайте посчитаем, сколько 2 литра. Я заливаю сотый бензин, значит, вот вчера залил 98-й Shell V-Power, ну, так классно едет, надо мне еще раз съездить. Кстати, там они разные есть, эти заправки, эти сказали, что прям это супер, это вот прям четкий Shell, дали мне какую-то карточку там, значит, зарегистрироваться. В общем, я понаблюдаю за ними, значит, заливаю, вот смотрите, 54, 54 рубля стоит литр, да, 108 литров разница, ну, 2, 8, если брать и 10, да, у меня 10 расход, там где-нибудь, допустим, 8 расход. 2 литра разница, значит, это на 100 километров. Это, соответственно, 2 литра, это 108 рублей, значит, на 1000 километров это сколько? Это 1080 рублей, да? На 3000 километров, которые я прокатываю, там, 2500-3000 километров в месяц, сколько? 3 на 1000, там, на 1100, ну, 3300, да, в месяц, в месяц разница всего, 3300 рублей, ребят, ну, о чем это? Я купил машину за 2 миллиона 400 тысяч рублей, то есть, 3000 рублей в месяц, ну, это, ну, я ж не буду их прям так вот там подсчитывать, да? То есть, я потрачу всего 3000 в месяц, как бы, ну, если считать лишних, что значит лишних? Смотря с чем сравнивать, если сравнивать там с 18 литров расхода, то я бы, как бы, экономлю. Ну, в общем, у меня удовольствие на 2,4 миллиона, понимаете, в месяц я катаюсь на двухлитровом движке, понимаете? Несется, рвет, прет, значит, а там расход, ну, добавил, добавился, хотя у меня то же самое, что и в Ситроене, получается, ничего мне не добавилось, совершенно, вот, ну, по сравнению с каким-нибудь меньшим двигателем, это 3000, там, 3500, там, 5000 разницы, но это в месяц, в месяц, понимаете? Ни о чем, поэтому вот эти подсчеты, а у меня 9,5, а у меня 8,5, ребята, есть разница, как тогда, когда там, допустим, в каком-то джипе, допустим, там, внедорожнике, 18-20 литров, да? И у меня 10, вот это есть разница, два раза, ну, а здесь, когда там 8 и там 10, ну, это, ну, совсем ни о чем, поэтому про расход я совершенно забыл, просто уже вам много раз рассказывал, еще раз это говорю, даже вот теперь и в деньгах рассказал. Хотел бы вот что-то сказать, что с машиной что-то происходило, что-то там, что-то там не работало, ничего не происходило, все нормально, никаких вообще проблем не было с машиной, значит, что единственное, вот я, когда мне кто-то там, отвечал я на вопрос и подсказали, что вот посмотри, внизу с этих, в зеркалах замерзает, этот самый, вода попадает, там, в фонари, который, значит, я посмотрел, да, действительно, у меня в одном фонаре вода, сейчас вот мороз, ну, это не совсем хорошо, да, если там она будет застывать, поэтому в ближайшее там время поеду к дилеру и пусть они меня закажут, поменяют этот самый, вот это единственный такой момент, который, значит, возник со временем эксплуатации. Значит, внешне я сказал, что никаких изменений с краской, все нормально, внутри, внутри, единственный вот момент, который мне даже говорили, когда я первый раз снимал машину, сюда прикрепил на торпеду, значит, камеру, и вот, смотрите, я знаю, будет видно или не будет видно, я специально, не сейчас не протирал, это уйдет, но, значит, чтобы было видно, я не знаю, видно вот эти вот, это я камеру ставил, просто вот, малюсенькую камеру, очень нежное, короче, покрытие вот это на торпеде, очень нежное, у меня такого вот еще не было, я не сталкивался, но вот здесь прям чуть и остается, и остаются такие полоски, но, если это не продерто, да, то полиролькой все уходит, пару раз протер, и все уходит, ты вот специально оставил, чтобы вы видели, как этот самый, то есть, вот какие-то крепить присоски и так далее, нельзя, нельзя, совершенно, у меня вот, я вот сюда закрепил, но потом несколько раз, несколько раз этой полироль, которая очищает и полирует, протирал, 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 все-таки оно ушло, где-то у меня тут стояло, я уже даже и не помню, то есть, ну, очень нежное, вот это единственный момент, то, что касается салона, все остальное, как бы, ну, все хорошо, я не знаю, вот там эти ручки, у меня вот она не скрипит, вот, вот этого, есть только вот этот пластик, ну, вот так, видите, ее качаешь, вообще она не скрипит, поэтому здесь все нормально, здесь все работает, никаких проблем нет, балдею от климата, который нагревает моментально и остужает летом моментально, то есть, большой салон, громадный салон, но работает отлично, многие там спрашивают, как он там, этот самый, и это, это не Октавия, которая там, я не знаю, этот, ну, здесь вообще реализация шикарная, сделали, чувствуешь себя вот комфортно в любую погоду. Сел, завел, включил несколько минут буквально, и здесь уже Ташкент, ну, я специально там не наворачиваю, это у меня стоит там 21-22, вот так, вот этих, эти температуры, то есть, никогда больше я пока еще не добавлял, когда, допустим, вот, ну, морозы будут, ну, очень быстро, очень быстро нагревает, так что все хорошо и в этом плане. Очень доволен кожаными сиденьями, пока все нормально с ними, никаких нет изменений, там, в строчках или так далее, вот, ведут себя хорошо. То, что я хотел, кожа, наконец-то, я получил, в общем, вентиляция, я говорил, там, я пару раз включал, работает хорошо, но у меня даже не было нужды, то есть, я, собственно говоря, и на этой коже, так вот, просто даже с перфорацией, она уже не потеешь, поэтому нормально. Ну, а кого, кто, может быть, поплотнее, как бы, то, наверное, хорошо было бы включить и получать удовольствие. Ну, то есть, сидушками я очень доволен, доволен вообще. И в плане том, как едется, как сидится, значит, насколько это все удобно, я очень доволен. Ну, это, собственно говоря, я и понимал, когда покупал машину, поэтому, что тут сказать. Могу только сказать, что с течением времени, пока ничего не изменяется, я имею в виду, ни внешний вид, ни там, ни строчки. То же самое касается руля, значит, ничего не затирается, ничего не царапается, с ним все в порядке, я имею в виду, кожа вот здесь вот. Вот, некоторые спрашивали по поводу, значит, здесь экранчика ставят какое-то там сразу стекло, ну, не знаю, вот так под разными углами. Пальцы остаются, но они тут же протираются, я не вижу никаких там царапин пока, ничего нету, я морочиться здесь, заморачиваться не буду. Вот эти мне истории не особенно нравятся, и с самого начала, я думал, я бы с удовольствием, как бы, взял машину, у которой вот это вот, допустим, матовая история. Ну, а вы знаете, вот за 20 тысяч километров, как бы там, сколько там, 9 месяцев, если, да, пока я ничего не вижу, вот, каких-то прям таких сильных затираний, вот, не вижу. Я ожидал, что будет, ожидал, что будет хуже. Вот этот у меня постоянно тут закрыт, но, тем не менее, вот даже его, если протереть, то есть, все нормально. Я говорю, я думал, что будет хуже, но, если будут там затираться, я сюда, сейчас уже видел, продаются эти, там, можно, как бы, сверху, типа, там, под карбон, что-нибудь там наклеить, не знаю, ну, в общем, пока все хорошо. Да, вот, по поводу внешнего вида, говорили, вот здесь вот эти вещи очень царапаются. Ну, есть там, конечно, какая-то мелкие эти самые штуки, но не до такой прям степени. Ну, я думаю, тут нужно понимать, что все, что глянцевое, оно все равно царапается. Вот, пока таких вот прям явных я ничего не видел, но, тем не менее, к этому надо быть готовым. Эти панельки, вот эти, которые здесь, все хорошо, ничего не этот самый себя ведут. То есть, ну, вообще, по салону у меня нет вопросов, вот, кроме как вот этой панели, которая с ней, с торпедой, в общем, покрытие, с ней надо быть очень аккуратненько, очень аккуратненько протирать. Значит, ну, у меня там есть полироль такая, я периодически протираю, и все нормально. Никаких сверчков пока не обнаружено, ничего у меня не хрипит, не трещит, не этот самый, в общем, не воспроизводит никакие звуки. Кроме как, значит, оставлены какие-то вещи в этих нишах, которых, ну, полно тут всего, и тут, и тут, вот. Я думал, что-то бывало стучит у меня тут вверху. На самом деле, это вот очочница лежит, и потом я ее убрал, раз, нету звука. Опять положил каким-то неправильным образом, она ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, раз, перевернул ее, о, все, не трещит. Поэтому вот только такие звуки, если там или в мишах у меня постоянно какие-то тут приспособы, кто-то говорил даже, о, как дверь гремит, да, гремит она, потому что у меня в двери тут куча, куча всего вот этих там всяких приспособлений для камеры и так далее, вот, поэтому они гремят. Вот это, эти грюки, да, они есть периодически, и я перекладываю какие-то там вещи, чтобы не гремело. Все остальное, вот, по поводу скрипов, у меня отсутствует. Но я все-таки езжу вот здесь, в московском регионе, в основном, и поэтому, ну, дороги хорошие, дороги хорошие, тут нечего сказать, вот, может быть от этого. Я не знаю, как она бы ездила по каким-то проселочным, вообще могу сказать, что машина не для проселочных дорог. Она все-таки любит хорошие, хорошие дороги. Жестковатая подвеска шикарнейшим образом ведет себя вот на автостраде, в поворотах, в разворотах, ну, я не знаю, очень классно. При том, что большие габариты, высокая машина, она вот прям стоит. У нее нет взлетной даже вот эти вот, знаете, как на седане, там, 160, там, 150, и он начинает немножко подниматься, немножко подниматься. Здесь на этой машине нет, она идет вот как утюг, вот, ну, шикарно. Вот, но за счет вот этой вот жестковатой подвески, поэтому, только она здесь, тут ямки проходят нормально. Ну, когда выезжаешь на какой-то д-д-д-д-д-д, то комфорт пропадает, вот тот, который, да, ну, на обычном, на обычном шоссе. То есть, если для проселочных, наверное, все-таки нужно какой-то другой автомобиль, а не Кодяк. Кодяк любит шоссейные дороги. Очень доволен, что взял вот эту вот электрику сидений, ну, сидения с электрическими, потому что больше возможностей настроить под себя, и, в общем, ну, шикарно. Сидишь как вот в таком действительно удобном кресле, и много часов можно проводить в машине, не уставая. Особо-то, ребята, и говорить не о чем, потому что никаких нештатных, внештатных ситуаций не было. Я имею в виду, вот, что-то отказало, что-то не работало, что-то вот, ну, я не знаю. Вот пока не было ничего. 20 тысяч, едем дальше. вау удовольствие от езды на этом моторе ну но для меня очевидны вот очевидный прям вот поворотик на скорости 50 вот тормоза пешеход стоит машинка вода 5 старт тормоза отличная управляемость в общем у машины не знаю я очень доволен если так сказать себе в начале года да там у санек но как ты будешь доволен и нет скажу что просто не то что доволен а я просто счастлив что я взял эту машинку чтобы не было